Друзья мои, приветствую всех вас. Снова я общественный деятель блогер Юриэль и снова я записываю видео. На этот раз очередное ЧП. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы живем в какое-то особое время, когда каждый день является для нас открытием. Ну, что ни день, то ЧП. Причем не одно ЧП, а их, наверное, 10. Я аж не успеваю записывать видеоролик и как-то обсудить их все, да, потому что, ну, во-первых, не хватает мне энергии, а, во-вторых, времени. В-третьих, просто, знаете, каждая из них все более с новой-новой силой удивляет все больше и больше, и думаешь про себя. А что же дальше будет интересного? Вы знаете, вот обычно у школьников, да, там, ну, такой возраст, ну, те, кто помладше меня, естественно, у них как-то больше таких открытий, поскольку у них, в принципе, каждый день новое открытие. Но у меня сейчас то же самое. Каждый день новое открытие. Я, ну, просто жду, вот, что же все-таки дальше? Какой сюрприз преподнесет очередной день? Знаете, что я хочу сказать? Что в нашей непростое время, сейчас, вот, я имею в виду, вот, когда идет спецоперация на Украине, когда идет пандемия, а если вы, ну, может быть, знаете, новый вирус, штамп, точнее, коронавируса, это стелс-омикрон, который в несколько раз сильнее обычного омикрона. И опять сейчас в Китае локдаун, и не удивлюсь, что опять у нас будет пятая волна этого коронавируса, или шестая какая-то там по счету. И в это трудное время очень многие люди, которые незащищенные, они просто пострадают от, с одной стороны, от бездействия властей, с другой стороны, конечно же, от нашего с вами равнодушия. Ну, благо, то я-то человек неравнодушный, потому что я сам являюсь инвалидом с детства, и кому как не мне знать всю боль, ощущать все страдания, так скажем, я через это все прошел. И я знаю, каково живется людям с ограниченными возможностями, и не только этим людям. Давайте я все-таки покажу новость, которая просто меня, ну, защемила вот здесь вот прям сердце. Послушаем. ...не алкоголического притона по решению суда в наквартирном доме в Богородске. Квартира в этом доме принадлежит муниципалитету, и в нее, как в маневренный фонд, на год был заселен Андрей Таланин. С друзьями он превратил эту квартиру в притон, а так как год уже давно истек, то получается, что квартиру он занимал незаконно. Соседи постоянно писали жалобы, и вот летом, когда друзья-алкоголики покинули квартиру на время, сотрудники администрации воспользовались моментом, и дверью эту квартиру заварили. Но суд встал на сторону успевшегося гражданина. Выселение признал незаконным, и он вернулся. И вот за пару дней он снова превратил квартиру в притон. Врача, встречайся. Спасибо, смотрите. Ну, поближе. Андрей, нам можно где Андрей? А его нету. Как нету? Пошли вон отсюда. Что ты что? Вон отсюда, пошли, я сказала. Ты меня не трогай. Вон отсюда. Вы как с чем должны жить? А жизнь почему не даете соседям? Кто не дает? Вы что? Она здесь вообще никто. Она здесь никто. Пойду. Дверь, а закрой. Нет, мы не закроем. Нет, мы не закроем. Мы устали от вас. Мы от вашего вот этого говна устали. Мы долго будем и наши дети вот это терпеть. Я квартира. Давай я квартиру. Вон, разговаривай. Вон он лежит. Андрей, а почему соседям жить не даете? Кто он что не дает? Среду, б***ь. Веду, б***ь. Б***ь его уже. А вы кто здесь вообще? Я? Да. Вы кто? Б***ь. Б***ь. Какая гражданская жена. Она живет в соседнем доме. Трое детей у нее. На то пошло, ладно. Б***ь с вами. А здесь я у него в гостях. Вот это мой друг. Какой вы видите? Вы в гостях где? В гостях. Что проведать его? Иди отсюда. Как у него и что с ним происходит? Жил 13 лет в подсот в найму. Это вот тот, который? Вот этот вот, да. Ни за что не платил всю жизнь вот так живет. Мы сколько раз за него горели. Страшно жить, за детей страшно. К нему все. Кому только не лень. Весь сброд. Хорошо, мы заявление взяли. Его выселили. Его опять вот к нам выкинули. Данная комната, данная квартира была предоставлена Таланину в 2011 году сроком на один год. Следовательно, после окончания аренды он должен был ее продлить. Так, ребята, ну я не буду дальше включать. Ролик 6 минут длится. Нет смысла. Это лишнее. Вот эти все юридические тонкости. Я не буду их как-то пытаться разжевывать, потому что я не юрист. Но суть такая. Вы видели, что это просто хуже некуда. Я не знаю. Комментировать тут ситуацию будет лишним. И так понятно, что это просто финиш. Это финиш, дорогие друзья. Такого нигде нету. Ни в одной стране мира. Ну, если только, может быть, в какой-нибудь Африке. Да, или какой-то, опять же, не Африке, а в самой бедной части Африки. Ну, там, те, кто захочет узнать какие-то страны, погуглите, дорогие друзья, и поймете. Суть такая. Человек был заселен в квартиру по соц. найму. Он, ну, я не знаю, прописан, не прописан. Он там жил, да. И его люди решили выселить. Его выселили, но суд встал на сторону этого человека. Его снова поселили. И вот эти вот люди жалуются то, что он мешает жить, что там шумят, что там, ну, короче, поняли, да, это классика жанра. Понятно, что здесь такой притон, да. Сразу хочу сказать, что я негативно отношусь к пьянству, негативно отношусь к такому образу жизни, когда человек пьет, потому что я сам не пью. Я, в общем-то, стараюсь держаться, даже если там мне бывает трудно психологически, эмоционально. Ну, максимум, что я пью, это антидепрессанты, дорогие мои друзья. То есть я не сторонник подобного образа жизни. Но вместе с этим я прекрасно понимаю, что, как говорят у нас в народе, не зарекайся. С каждым может случиться какая-то беда. Не знаю, у кого-то болезнь, у кого-то смерть близких, у кого-то, может быть, потеря работы. Или, допустим, бросила любимая девушка. Или наоборот, девушку бросил парень, и человек стал пить, злоупотреблять. И вот тут, знаете, когда сам сталкиваешься лично с этим, и перестаешь осуждать такие ситуации, и самое главное, таких людей. И как-то ты понимаешь их, и становишься, как бы, частью, наверное, их души. Но здесь мы что видим? Здесь вместо сочувствия, вместо сопереживания и сострадания мы видим желание этих соседей избавиться от этого, ну, я не знаю, старика, не старика, но пожилого человека вроде бы. А может быть, и не пожилого человека, ну, тут видно, что человек в годах, ну, ну, ладно, где-то, может быть, 60, ну, не пожилого еще, в принципе, еще пока даже пенсионного возраста не достиг. Но видно, что человек находится в тяжелой жизненной ситуации. К ним приходят какие-то непонятные личности, которые, скажем так, спаивают его. Вы знаете, обвинять здесь кого-либо, ну, вот если говорить о хозяине квартир, ну, не хозяине, кто там живет, это было бы неправильно, потому что обычно это люди слабовольные, которые не могут отказать вот этим гостям, которые к нему приходят. И зачастую, поэтому они, прежде всего, такие люди, они становятся жертвами очередных вот этих мошенников, может быть, нечистых на руку людей. То есть это люди такие ранимые, которые начинают спиваться, да. И вот в данной ситуации я просто шокирован, насколько люди у нас бывают черствые, насколько люди просто не имеют в себе вот этого стержня, который заставляет нас, ну, не заставляет, наверное, учит быть человеком, делает человека человеком. Потому что, смотрите, ну, конечно, вы можете сказать, что, ну, хватит терпеть пьянство, да, что там люди живут, что они уже устали терпеть его пьяные выходки. С одной стороны, я, конечно, понимаю то, что соседи устали как-то от вот этих вот его гостей, которые, по всей видимости, просто, наверное, ну, присосались к нему таким вот обманным путем, пытаются, наверное, так скажем, у него квартиру отнять. Хотя, как отнять, если она принадлежит муниципалитету, то есть это муниципальная собственность. Ну, да ладно. Я не знаю, может быть, квартиру можно приватизировать, это уже вопрос другой. Странно, что он до сих пор не приватизировал вот этот человек. Я бы на его месте, если бы получил муниципальное жилье, я бы сразу его приватизировал, и она была бы моей частой собственностью. Но здесь, походу, не знаю, непонятно, почему это не произошло. Но самое главное в этой ситуации, смотрите, дорогие друзья, я затрону моральную сторону вот этой проблемы. Знаете, почему в нашей стране случаются подобные случаи? Потому что всем насрать на проблемы своего ближнего. Вот мы так все говорим, что вот православие, духовность, там, вот эти скрепы, или как это называется, да, что вот надо друг друга поддерживать, или помоги ближнему. А на самом-то деле это все не работает. Ну, есть, конечно, глубоко верующие люди, но их очень мало. Это примерно 3% от общего количества верующих. Это, вы знаете, вот те, кто ходят в храм, да, ну, или там как-то, не знаю, исполняют какие-то обряды, да, там, ритуалы. Они, даже те люди, которые ходят в храм, воцерковленные, даже они порой бывают настолько слишком бюрократически или по-канцелярски относятся к своему действию, походы в храм, что они забывают, что такое душа, что такое любовь, что такое милосердие, любовь и сострадание. Что уж говорить о тех, кто просто, ну, ходит в храм один раз, или, допустим, говорит просто о какой-то духовности, да, но при этом забывает о том, что надо все-таки самому проявлять какое-то милосердие по отношению вот к таким вот людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И, смотрите, люди так, все кричат, распни, распни его, давайте выгоним его, пускай он нам не мешает, но при этом забывают о самом главном, то, что эти люди, это наши с вами граждане, которые когда-то, может быть, лет 10 назад, 20-30, может быть, и в рот не брали, не пили. Какая-то ситуация случилась, и все, и они ушли в эту пучину вот этого порока, ну, чрезмерного употребления алкоголя. Зеленый змей их одолел. И, понимаете, вместо того, чтобы помочь ближнему, который оказался в подобной ситуации, как-то обратиться, допустим, там, к мэру, написать коллективное, ну, куда там у нас, что там есть, коллективное обращение в муниципалитет тот же, да, чтобы как-то выделить этому человеку жилье отдельное, чтобы он, наконец, жил по-человечески, чтобы у него было все, как говорится, в ажуре. Но нет же, все кричат, выгнать его, распни, вот знаете, вот как Иисуса Христа распяли, распни, распни его, да, то есть это вот такой эгоизм у людей. Вот лишь бы человеку не помочь в этой трудной ситуации, лишь бы человека просто выгнать на улицу, там, пускай сам себе живет, пускай там выживает. А как он будет жить? А что он будет делать? Всем вот насрать просто, дорогие друзья, понимаете? А потом мы говорим, почему нас никто ненавидит? Нет, я понимаю, конечно, у каждой страны есть свои внешние враги. И я ни в коей мере не защищаю никакую Америку, ни другие страны, которые вражески настроены против нашей страны, против нашего народа. Но, друзья мои, вместе с этим не надо искать внешних врагов, нужно сначала начинать с себя, нужно навести порядок у себя в стране, нужно сделать так, чтобы, ну как, начать с себя нужно. Вот, допустим, вот говорят, что вот нет духовности, ну так будьте духовными, помогите вот этому человеку, который заблудший, вот он пьет, там, употребляет, там, как-то злоупотребляет. Ребята, не надо вот разглагольствовать, не надо выгонять на улицу, помогите ему, обратитесь в муниципалитет, напишите петицию. Сейчас это есть интернет, пожалуйста, погуглите, как это делается. Это все, в принципе, просто. Да, есть сложности, но сложности в чем? Сложности в том, что вас не услышат, если вы будете писать поодиночке. Так, естественно, если поодиночке будете писать петиции, вас нахер просто пошлют и все. А объединяйтесь, дорогие друзья, вот как во всех других странах, смотрите, во Франции, там люди молодцы вообще, они объединяются, да, Их власть слышит. А у нас что? Мы инертны, мы просто вот загнаны в угол. Давайте все-таки будем, вот, раз, хоба, ситуация, да, вот, допустим, вот этот человек, да, заблудший, да, который, ну, там, выпивает, да, там, злоупотребляет. Но давайте ему поможем, не будем, там, выгонять его, да, в никуда. Потому что это по закону неправильно, у человека должно быть жилье. А из единственного жилья человека нельзя ни при каких условиях его выгонять. Как бы вам это не нравилось, это такой закон. И потом, вот смотрите, вот вы говорите о том, что, ну, типа, он же мешает, ну, ребята, опять же, я вам говорю, А вы вникните в его ситуацию, этого человека, этого ближнего, помогите ему, окажите милосердие. Как вот в Евангелии там написано, когда этот самарянин оказал помощь человеку, попавшему в беду. Вот, пожалуйста, пример. Следуйте за этим примером. Если вы такие прям умные, а потом мы жалуемся, вот у нас бардак, вот у нас там это самое, все дела. Так, ребята, мы сами виноваты в этом, потому что мы не хотим помочь человеку. Мы только осуждаем. Мы только берем, так скажем, беремся как-то судить человека. Да он такой, такой, сякой, все дела. Вы его жизнь прошли? Нет. Вы его ботинками прошли, там, сапогами? Нет. Так что вы осуждаете человека, блядь? Какое моральное право ваше осуждать человека, если он, если вы даже не почувствовали его боль, его пот, его кровь? Может быть, человек там мученик, может быть, он там помогал таким, как вы. Будьте благодарны, будьте милосердны, вот что самое главное. И тогда к вам всем, все потянутся, понимаете? И не будет никаких ни внешних врагов, ни внутренних. Будьте лучше. Друзья, я думаю, что вы сделали вывод из этого видеоролика, или, может быть, сделаете. Ну вот, спасибо всем подписчикам, кто меня смотрит, и кто реально меня понимает, поддерживает. Потому что, ну, многие люди просто, вот, ну, потом, в следующем видеоролике расскажу, какую ахинею мне пишут порой. С вами был я, принц Сурель, увидимся в следующем видеоролике. Друзья, если кому захочется мне помочь, пожалуйста, реквизиты в описании, в закрепленном комментарии. Там описана вся моя ситуация жизненная, тяжелая. И огромное всем спасибо, и до встречи, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok